Это из-за моей одноклассницы вообще, по сути. Я ее знаю. Как бы учились 9 лет с ней вместе. Ну, я был тут, когда вот он упал. Ну, как, ну, не видел, как он упал, но потом пришел я. А почему вы думаете, что именно из-за нее? Ну, не знаю, она была здесь. Ну, наверное, поругались чего-нибудь. А как вообще? Вы лазили туда на крышу когда-нибудь? Вы знаете, что туда можно спокойно выйти? Да. Я лазил. Жильцы дома номер 3 на улице Нахимова говорят, что люки, ведущие на крышу, открыты постоянно. Любой желающий может попасть наверх. В том году дети там, ну, в районе 15-16 лет, они там катали снеговиков и скидывали. Это я лично сам видел. Когда вот намело снега, и они там баловались. И шла женщина, она рядом упала, снеговик. И все закричали, в том числе и я. И вот тогда они уже уезжали. А так выходит чердак открыт постоянно. Поскольку открытый доступ на крышу волнует граждан, жильцы дома неоднократно звонили в свою управляющую компанию. По их словам, мастера постоянно приезжают, закрывают люки, но через день-два они вновь оказываются открытыми. А ведь там же машина и отделение лифтя. Я вот о чем думала. Или в лифт подпадут. Мало ли могут завязать там все, либо в лифту. Но по крышам они бегают часто. Вот летом сидишь на лавочке, смотришь, по крышам бегают. Может, ну что же вы, паразиты, делаете? Ведь упадете. Со своей стороны представители управляющей компании также поясняют, что регулярно выезжают по вызовам граждан, чтобы закрыть чердаки. Кстати, в отделении учреждения ни одного человека, способного ответить на вопрос, наша съемочная группа так и не встретила. Все ответы нам удалось получить только по телефону. Стоит сказать, что управляющие компании совершают медвежью услугу. Они ставят замки в сломанные крепления. Если приложить небольшие усилия, из этого кольца можно вытащить замок. А это именно тот люк, через который вылез на крышу погибший 19-летний парень. Так что, может, представителям управляющих компаний стоит позаботиться о том, чтобы поменять крепления и усилить защиту крыш. И не вставлять замки в разбитые кольца, чтобы дети, взрослые и любые другие люди не смогли даже с помощью специального оборудования пробить себе доступ на крыши.